Первые состязания и первые призовые места соревнования среди юных биатлонистов на кубок двукратной олимпийской чемпионки Анны Багали накануне были открыты официально. Вчера ребята с 2002 по 2009 года рождения состязались в спринте. Он стал первой дисциплиной стартов. Кому удалось стать лучшим, пройдя три круга трассы и без ошибок отстрелять на огневых рубежах в сюжете Евгении Солохудиновой. Делегации из Ростовской, Ленинградской, Новосибирской, Челябинской областей, из Москвы, Республик Татарстан и Башкортостан. Всего 19 регионов, более 400 участников. Кубок Анны Багали в этом году проходит более чем масштабно. Второй этап состязаний по традиции принимает биатлонный комплекс Абзакова. Дорогие участники, спортсмены, уважаемый тренерский штаб и просто любители этого великолепного вида спорта, биатлона, поздравляю от лица Магнитогорского металлургического комбината с этим поистине праздником, по-другому не назову. Огромное спасибо Анне Ивановне, человеку-легенде, заслуженному мастеру спорта, неоднократному олимпийскому чемпиону, за данный предоставленный нам праздник, ну и за развитие биатлона в целом в стране. Спасибо вам огромное. Финскульт привет! Ура! От лица главы города Сергея Николаевича Берникова мы рады приветствовать вас на этих замечательных соревнованиях. Благодаря этому турниру спорт в городе Магнитогорске в республике Башкортостан развивается. Вам спортивных успехов и без травм. Ура! Пять! Четыре! Три! Два! Один! Поехали! Второй этап седьмых всероссийских открытых соревнований среди юных биатлонистов. Куб Анны Башкортостан объявляется открытым. Начало этапа положено. И уже через несколько минут спортсмены спешат на пристрелку, а после на стартовые позиции. Перед тем, как побежать, каждый участник чипируется. Это необходимая и важная составляющая. На ножку мы одеваем чип, где фиксируется, что спортсмен проходит всю трассу и на финише этот чип снимает. То есть здесь фиксируется время, что спортсмен прошел полностью трассу. Первый день соревнований для участников – это спринт. Вид биатлонной гонки с двумя огневыми рубежами. Дистанция состоит из трех кругов одинаковой длины. После первого круга спортсмены должны поразить мишени из позиции лежа. После второго из позиции стоя за каждый промах штрафной круг. Спринт является самой короткой дисциплиной. Важную роль в ней играет скорость на трассе и, конечно, мастерство. Везет тем, кто сам везет. Поэтому все, кто ребята хорошо стреляют, быстро бегут, достойны победы. В Абзаково кубок Анны Багалий проводится не впервые. Несколько лет назад организатор соревнований сетовала по поводу того, что на трассах есть недоработки. Сегодня, утверждает Анна, довольна организацией практически на 100%. Эта площадка одна из лучших. Во-первых, у нас расширился рубеж, стало чуть-чуть попросторнее. Мы приходим в некий стандарт. Дальше еще намечена работа. Сейчас уже изменена точка, которая была соприкосновением. То есть опасная, когда три потока в одной точке. То есть одни уходят со старта, другие с рубежа, третий со штрафного круга. В одном месте могло быть столкновение. Вот, ребята были аккуратны. В принципе, мы этого избежали. Но сейчас все изменили. Сейчас все по правилам. И еще немножко нам нужно поработать с зоной ухода. И будет все в порядке, я уверена. Ребята-участники также оценили организацию состязаний на «Отлично». В Абзаково они живут, тренируются и выступают. До любой локации не больше семи минут ходьбы. Это очень удобно экономит время и силы спортсменов. В этом году помощь оказывают несколько сотен волонтеров. Болельщиков на трибунах не так много, как хотелось бы. Но организаторы связывают это с тем, что на календаре трудовые будни. Поддерживает ребят на рубежах и сама Анна Богалей. За спортсменов она болеет, как за родных. Кстати, в этом году на кубке выступает, как она сама шутит, и ее личный биатлонист. Девятилетний сын Максим. Его старты еще впереди. Слагаемые успеха спортсменов в мастерстве, в уровне подготовки и даже в мелочах. Например, в правильно выбранной экипировке и даже цветных наклейках на лицах. Это специальный пластырь для носа и щек от обморожений. В этот день они были необходимы. Погода, по словам специалистов, была сложная. Снег и ветер в лицо. Но это никого не останавливало. Расслабиться многие себе позволили только на финише. По результатам каждого соревновательного дня, итоги на кубке будут подводиться отдельно. Золотые и серебряные награды в спринте среди мальчиков 2002 года рождения взяли сразу двое магнитогорцев. Первое место занял Егор Койнов. Со стрельбой были небольшие проблемы. В ходе получилось, что запланировал. Нормальные эмоции. На что рассчитывал, то и получил. На третьем месте спортсмен из Уфы. Он признается, рассчитывал на большее. В этих состязаниях принимает участие второй год подряд. В прошлый раз вернулся в Уфу с медалями в командном зачете. Немножко недоволен своим ходом по трассе. И стрельбу можно было чуть-чуть подтянуть. А так всем доволен. Стать зрителем ярких состязаний может каждая трибуна Кубка Анны Багалия, открытая для всех. 18 и 19 января по расписанию индивидуальной гонки 20-го, Супер Микс и закрытие соревнований. Ура!